Денис Кириллов Денис, расскажи, как давно музыка пришла в твою жизнь? Как давно ты занимаешься музыкой? Всю жизнь. Думаю, что я начал музыкой заниматься профессионально, но фактически с пяти лет. То есть ты пошел в музыкальную школу в пять лет? Так рано? Ну, боюсь, что я пошел сперва не в музыкальную школу, а что-то вроде подготовительной школы творческой. И это всегда было фортепиано или ты занимался еще на каких-то музыкальных инструментах? Нет, там предполагались все музыкальные предметы, которые есть в любом учебном заведении. Сольфеджо, хор, фортепиано. И потом их количество росло в зависимости от того, какое это уже было музыкальное учреждение. Расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься. Как у тебя вообще проходят дни? Какие-то выступления, проекты, репетиции? Чем сейчас полна твоя жизнь на данный момент? Я думаю, что уже изрядное количество лет в хорошем и в плохом смысле одновременно мои дни бывают похожи друг на друга. То есть все они так или иначе заняты концертами, репетициями и записями на студиях. Это, в общем, наверное, никакое не исключение. И жизнь любого музыканта, который занимается этим профессионально, состоит из трех этих составляющих. Ну, еще иногда бывают, конечно же, гастроли. Это всегда здорово. И музыканты – это, наверное, удивительные люди. Им можно позавидовать, потому что они могут совмещать профессию и командировки. Насколько я знаю, ты пишешь также музыку, да, композитор. Когда ты начал писать свою музыку и почему? Ой, у меня на самом деле сохранились какие-то черновики, которые я тут как-то обнаружил. Записаны пара пьес и, по-моему, один романс, который в студенческие годы, даже в ученические я написал. И никому никогда не показывал, кроме своего педагога по фортепьяно, который там немножко их покритиковал. Ну, сказал, что надо продолжать дальше. Но, к сожалению, я не продолжал какое-то время. Поэтому некоторые попытки были, ну, относительно рано. Ну, то есть, наверное, где-то в возрасте лет, ну, я так предполагаю, что 9-10, наверное. А человек должен искать вдохновение? Вот человек творческий, и он чувствует, что недостаточно внутри. Он должен идти на поиски за вдохновением? Или он должен просто как-то ждать, что оно придется мой встретиться? Очень распространенный вопрос и, на самом деле, очень распространенный ответ. Я согласен. Не знаю, кто это сказал первый. Наверное, это было много веков назад. Вдохновение приходит во время работы. Если тебя не устраивает твое вдохновение, может быть, тебе как-то скорректировать свой вектор деятельности или вектор работы. Но дорогу осилит идущий. И для того, чтобы тебе что-то пришло, нужно просто начать этим заниматься. Вот, собственно говоря, и все. А так оно не приходит откуда-то из-за страха. Мы говорили до нашего интервью, мы говорили о творчестве и о том, как люди иногда, может быть, боятся делать ошибки и боятся делать первые шаги, когда они только начинают. Можешь ли ты дать какие-то советы людям творческим, не только в музыке? Пускай это будут танцоры или какие-то художники, кто угодно. Как не бояться начинать именно свой путь и как не бояться делать ошибки? Есть ли у тебя какой-то совет? Я не знаю, что тут сказать отдельно, потому что надо не бояться делать ошибки и понимать, что ошибка – это не плохо. Это не кара какая-то Господня, это не какой-то грех или что-то постыдное, как иногда может казаться. За счет ошибок человек, музыкант, кто угодно, он учится, и он не научится и начнет что-то делать по-другому, если не будет достаточно регулярно совершать какие-то ошибки. Для человека, который на сцене, тяжело бывает быть готовым к тому, что он допустит какие-то ошибки на публике, публично. Но этого тоже не нужно бояться, потому что если не делать ошибки на публике, ты просто не будешь расти, и твое исполнение, твое искусство не будет интересно. И не нужно думать за людей. Не нужно думать о том, что то, как ты воспринимаешь свою ошибку, так же будут воспринимать они. Более того, то, что тебе может показаться ошибкой, не будет ею и вовсе. И сейчас пять быстрых вопросов. Скрябин или Рахманинов? Скрябин. Игра соло или в группе? Соло. Самое любимое место для выступлений в Петербурге? Пусть это будет Петеркирхия. Если не игра на фортепиано, ты проснулся, и ты не умеешь играть, чем бы ты занимался в жизни? Велотренажер, например. И самое ближайшее путешествие, куда бы ты хотел поехать? Италия. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.